Всем привет! В этом видео я буду рисовать меч из игры Майнкрафт. Я буду рисовать три варианта меча. Схема будет одинаковая, я их по разному раскрашу. Я нарисую самый популярный бриллиантовый меч, золотой меч и радужный меч. Мне нужно будет очень много разных цветов фломастеров. Рисунок этого меча занимает по высоте 16 клеточек и по ширине 16 клеточек. Первым я нарисую бриллиантовый меч. Я беру черный фломастер и начну рисовать контур меча. В нижнем левом углу, допустим, здесь будет нижний левый угол, отмечаем клеточку, идем вверх, закрашиваем три клеточки по вертикали. От верхней клеточки поворачиваем вправо, закрашиваем одну клеточку. От нижней клеточки поворачиваем вправо и закрашиваем две клеточки. Теперь от этой клеточки идем вверх, закрашиваем одну клеточку. От этой клеточки по диагонали вверх вправо отмечаем клеточку, закрашиваем одну клеточку. От этой одной клеточки еще идем вверх по диагонали вправо, закрашиваем клеточку. И от этой клеточки еще по диагонали вверх вправо закрашиваем клеточку черным фломастером. Теперь от этой клеточки, от этого угла идем вверх вправо по диагонали, закрашиваем одну клеточку. От этой клеточки вверх по диагонали вправо еще одну клеточку. От этой клеточки вверх по диагонали вправо закрашиваем еще одну клеточку. Теперь от этой клеточки, от вот этого угла, идем вверх по диагонали влево, отмечаем клеточку, еще одну вверх. И закрашиваем две клеточки по вертикали. Теперь от этой клеточки идем вверх влево по диагонали, еще одну клеточку вверх, закрашиваем еще две клеточки. От верхней клеточки поворачиваем вправо, закрашиваем одну клеточку. От этой одной клеточки по диагонали вниз, вправо отмечаем клеточку, закрашиваем одну клеточку. И от этой одной клеточки идем вниз по диагонали вправо, и еще одну клеточку вниз, отмечаем, закрашиваем две клеточки. Теперь от вот этой клеточки поворачиваем вниз по диагонали вправо и идем вправо. Отмечаем две клеточки и закрашиваем две клеточки. От вот этой клеточки идем по диагонали вниз, вправо закрашиваем одну клеточку. От этой одной клеточки по диагонали вниз, вправо отмечаем клеточку, идем вниз, две клеточки по вертикали закрашиваем от этой клеточки поворачиваем влево одну клеточку закрашиваем и от этой клеточки по диагонали вверх влево отмечаем клеточку идем влево всего две клеточки здесь закрашиваем по горизонтали теперь берем цветной фломастер я беру фломастер синий зеленого цвета если у вас такого не то можете взять или темно-зеленый или синий и И здесь, вот от вот этой клеточки, по диагонали вверх-вправо отмечаем клеточку. И всего по диагонали вверх-вправо нужно отметить по одной клеточке так 7 раз. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И закрашиваем здесь 7 клеточек по диагонали. И теперь от этого угла тоже отмечаем по диагонали вверх-вправо клеточку. И по диагонали вверх-вправо отмечаем 7 раз по одной клеточке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И закрашиваем 7 клеточек. Теперь от вот этой клеточки идем вверх по диагонали вправо. И идем вправо, всего три клеточки отмечаем по горизонтали и закрашиваем вправо три клеточки. И от вот этой клеточки идем вниз, отмечаем две клеточки и закрашиваем. Теперь я беру голубой фломастер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь клеточек. И здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь клеточек. По диагонали вверх-вправо здесь закрашиваем два ряда клеточек голубым фломастером. Теперь я беру бирюзовый фломастер. У меня это светло-бирюзовый цвет. Если у вас такого нет, то можете взять такой тоже темный зеленый или голубой. И тоже раскрашиваем вот здесь белые клеточки. И вот здесь раскрашиваем белые клеточки бирюзовым фломастером. И здесь одну клеточку. А теперь берем коричневый фломастер и вот эти три клеточки закрашиваем коричневым фломастером. Вот такой бриллиантовый меч я нарисовала. Я использовала пять фломастеров. Можно использовать четыре фломастера. Или даже раскрашивать карандашами можно. Сейчас нарисуем золотой меч. Итак, чтобы нарисовать золотой меч Майнкрафт, нужны всего лишь четыре цвета фломастеров. Черный, коричневый, оранжевый и желтый. Я уже подготовила, нарисовала рукоятку. Схема меча будет точно такая же. Теперь будем рисовать цветными фломастерами. Берем коричневый фломастер. И теперь от вот этого уголочка, от этой клеточки, идем вверх по диагонали вправо. Отмечаем семь клеточек по диагонали. И закрашиваем здесь семь клеточек по диагонали вверх. Теперь от вот этой клеточки, от этого угла, идем вверх вправо по диагонали. Отмечаем клеточку и всего рисуем полосочку вверх. Семь клеточек. Отмечаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и закрашиваем 7 клеточек по диагонали вверх вправо. Вверх по диагонали вправо отмечаем клеточку, идем вправо, по горизонтали закрашиваем 3 клеточки. От этой клеточки вниз отмечаем 2 клеточки и закрашиваем. Еще коричневым фломастером вот эти 3 клеточки тоже закрашиваем. Теперь желтым фломастером закрашиваем вот здесь 8 клеточек по диагонали вверх вправо и здесь 8 клеточек по диагонали вверх вправо. Теперь берем оранжевый фломастер и закрашиваем все остальные белые клеточки. Вот уже я нарисовала 2 меча Майнкрафта, бриллиантовый и золотой. А сейчас я буду рисовать радужный меч Майнкрафт. Для него нужно будет много фломастеров цветов радуги. Я нарисовала схему. Схема меча одинаковая для всех, только здесь на рукоятке клеточки закрашены черным цветом. Сначала я беру розовый фломастер и вот здесь закрашиваю розовую клеточку и здесь тоже розовую клеточку. Теперь сиреневым фломастером закрашиваем вот здесь 3 клеточки. Теперь фиолетовым фломастером следующие 3 клеточки закрашиваем. Теперь синим фломастером закрашиваем здесь клеточки. Теперь берем голубой фломастер, закрашиваем 3 клеточки. Теперь берем зеленый фломастер, лучше взять светло-зеленый. Желтый. красным фломастером вот здесь две клеточки закрашиваем и коричневым фломастером здесь одну клеточку теперь красным фломастером закрашиваем вот здесь клеточку оранжевым фломастером здесь, желтым здесь, здесь зеленую клеточку, голубая клеточка, синяя клеточка. Вот такой у меня радужный меч, чтобы его нарисовать мне понадобилось 11 цветов фломастеров. Давайте сравним сейчас какой меч у меня получился красивее. Вот такие три меча у меня получились, рисовать их очень просто, быстро, рисунки небольшие, но нужно иметь хороший набор фломастеров, чтобы там было много цветов. Если понравились мои рисунки, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео с новыми интересными рисунками. И всем пока-пока!